В 1976 году на рынке в Симферополе мужчина покупал помидоры. Выбрал самые крупные, расплатился и ушел. А что забыл у прилавка портфель, вспомнил минут через 20. В портфеле у него лежало почти 5000 новенькими купюрами по 25 и 50 рублей. Но на рынок за ними мужчина не вернулся. Похоже, торговка помидорами нашла деньгам применение. Вместе с отдыхающими они разлетелись по всему Союзу. Вот только оказались большевыми. Осенью в разных городах от Калининграда до Ташкента было изъято 46 поддельных полтинников и 415 четвертаков. Такого хорошего качества, что распознать их смогли только специалисты. Все советские деньги печатали на предприятиях объединения Госзнак. Значит, предположили, в соответствующих органах налево работают его сотрудники. По второй версии купюры напечатала крупная и дерзкая преступная группировка. Третья версия шпионская. Подделки оказались настолько безупречными, что в их производстве заподозрили ЦРУ, которое могло использовать туристов из США как курьеров. В Комитете государственной безопасности, который вел дело, предполагали, что американские спецслужбы могут прибегнуть к той же схеме, что применяли гитлеровцы во время Второй мировой войны. Они наводняли страну противника поддельными деньгами, чтобы подорвать доверие населения к национальной валюте, а как следствие и к правительству. Немцы очень сильно постарались над тем, чтобы дестабилизировать денежное обращение не только в Советском Союзе, это и по Великобритании было. В Великобритании они вообще напечатали денежную массу, равную 40% общей денежной массы Соединенного Королевства. У нас тоже такие случаи были, но нас спасала другая вещь. В том числе на оккупированных территориях люди не очень охотно брали ни рубли, ни тем более рейхсмарки, предпочитали натуральный обмен. В первую очередь Комитет госбезопасности усилен наблюдение за иностранными туристами, которые запрашивали необычные маршруты не в Москву или Ленинград, а небольшие города. Например, поездку по Золотому кольцу или в Крым. Очевидно, что там контроль за оборотом денег был слабее, и этим-то и воспользуются в ЦРУ. Уровень и качество подделки было чрезвычайно высоким. И отсутствие систем защиты, которые позднее появились в денежных знаках, и отсутствие сканеров для этой системы защиты, как раз очень сильно мешало. Потому что когда начали использовать новую систему защиты, подделки уже никому не были интересны, они легко выявлялись. Однако, очень скоро выяснилось, что фальшивые деньги всплывали в городах, куда иностранцам въезд был запрещен. Например, в закрытых для зарубежных гостей Челябинске или Владивостоке. Откуда взялись фальшивые купюры? При анализе шпионской версии пришлось учесть, что количество обнаруженных фальшивых купюр все-таки невелико для масштабной финансовой агрессии. В КГБ признали, что подделки, вероятнее всего, производят где-то внутри страны. Под подозрение попали больше ста работников предприятия «Гоззнак». И опять наблюдение. Теперь за теми, кто на «Гоззнаке» знал особенности защиты банкнот, технологию изготовления бумаги и маркировку используемых красок. Но здесь вопрос стоит не сам, не сами деньги, а именно сам процесс. То есть какого качества должна быть бумага? Какие? Не именно деньги, а именно бумага. Хруст, размер, защита, водные знаки и все остальное. Считая деньги, кассиры на советских предприятиях могли и отбраковать фальшивую купюру, не глядя по толщине бумаги. Обычные граждане чаще проверяли бумажные рубли на просвет. Тогда на крупных банкнотах был виден водяной знак – классический профиль Ленина. Каково же было удивление оперативников, когда те заметили, что на массово всплывших подделках Ленин молодой, кудрявый и без бороды. Хорошо защищенная банкнота – это не та, на которой 500 самых жутких степеней защиты, а та, которую человек в вечернем освещении, в магазине, на улице, в ресторане легко может отличить, что это подлинное. Ну, буквально на ощупь. Конечно, с банкнотами невысоких номиналов все были знакомы. Ну, знали, что там есть водяные знаки на более поздних выпусках. Цветные волоски, металлизированные, нить появилось. Поэтому вот все на таком обывательском уровне и происходило. Задержали на рынке, он расплатился. У него были с собой денежные знаки в чемодане. Он сразу заявил – я тот, кого вы ищете. И добровольно отдал все поддельные деньги. В фальшивке, как правило, обнаруживаются достаточно далеко от места производства, уже прошедшие не через одни руки. В подобной схеме, по мнению следователей, должны были участвовать не меньше 20 человек. Почти год милиционеры тайно работали на госзнаке, но ничего подозрительного не обнаружили. Никто не пытался вынести специальную бумагу для печати денег, образцы красок или готовые пресс-формы. Через несколько месяцев работы криминалисты дали, наконец, свое заключение. Фальшивые 25 и 50 рублевки, которые появлялись по всей стране, вообще не были изготовлены на известном им промышленном оборудовании. Работал кустарь. Значит, не все дороги вели госзнак. Оперативникам удалось выяснить, что чаще всего похожие друг на друга купюры высочайшего уровня подделки попадаются в Ставропольском крае. За первые три месяца 1977 года там было обнаружено 86 25-рублевых банкнот. Тихая охота за фальшивыми деньгами была развернута по всему югу страны с помощью добровольных народных дружин – ДНД. И вот удача – мужчина с липовой банкнотой попался в Пятигорске. Задержали на рынке, он расплатился. У него были с собой денежные знаки в чемодане изготовлены как раз после второй партии, когда он изготовил крупную вторую партию. И он прибыл на рынок, приобрел у торговца на рынке. И признаки подделки он обнаружил визуально те, которые были по ориентировкам в этот день. Только прошли рейды, прошла информация. И до всех довели, что через район Минеральных вод, через Черкесск, много сбыта проходит именно этих 25-рублевых. Обратите внимание, если вдруг появится, незамедлительно сообщите сотруднику ближайшего отделения. На место уехал дежурный наряд отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, оба ХСС. И неожиданно для себя милиционеры прямо на рынке сами опознали задержанного. Им оказался водитель гаража Ставропольского комитета КПСС Виктора Баранова. Такой вот, наверное, классический пример действительно изобретателя. Но, наверное, здесь и трагедия, и вообще, как бы, сам факт появления Баранова, он связан, ну, немножко не с самим Барановым, а с социальной системой, в которой он существует, с советским обществом. И вот, если бы, например, общества бы не было, то Баранова, наверное, тоже какой-то системы бы не было. Сказать, что милиционеры были в шоке, мало. Они хорошо знали Баранова как члена партии и просто отличного мужика. У всех преступлений, связанных с фальшивом монетничеством, достаточно большая латентность. Это означает, что фальшивки, как правило, обнаруживаются достаточно далеко от места производства, уже прошедшие не через одни руки. И плюс еще на это в советское время накладывалось недоверие граждан к методам работы органов внутренних дел по пресечению преступлений. Не каждый хотел связываться, поэтому формально необходимо было пойти к участковому, в государственный банк и сдать эту фальшивку. Но были случаи, и с Барановым так получилось, что целый чемодан денег он взял, на рынке забыл, а все, он бесследно пропал. Следователь, который вел первый допрос, был уверен, что водитель Баранов только курьер. Ну не мог же человек, который возил даже бывшего Ставропольского секретаря крайкома комсомола Михаила Горбачева, быть фальшивомонетчиком. Откуда взялись фальшивые купюры? Однако отличный мужик Виктор Баранов сдал себя сам. Он сразу заявил, я тот, кого вы ищете. И добровольно отдал все поддельные деньги, которые были у него с собой. 77 четвертных банкнот на общую сумму 1925 рублей. Однако следователи упорно не хотели ему верить. Признание Баранова рушило картинку, которую нарисовали в Москве в ходе поисков производителей поддельных денег. Там были убеждены, что где-то в южных регионах расположен крупный подпольный цех. В подобной схеме, по мнению следователей, должны были участвовать не меньше 20 человек. Типография представляла из себя несколько печатных станков. За ними работало не менее 8 человек. Еще двое паковали купюры и укладывали их в чемоданы, готовя к транспортировке. Не менее 10 курьеров развозили их по стране. На автомобилях, поездах и самолетах. Раскрытие преступлений как раз по незаконному изготовлению сбыта, поддельных денежных знаков. Это преступление, как правило, должно содержать те лица, которые делают идею, те разрабатывают идею, те, которые непосредственно изготавливают, и лица, которые разносят и сбывают. Сразу с крупной партии это крайне редко задерживают. На моменте сейчас изъятия, и тогда это было. Сейчас это все с полиграфией, с компьютерной техникой. Должны быть не менее группа лиц, то есть два и более. Количество лиц, те, которые только печатают, те, которые только распространяют, те, которые ходят и по одной купюре в банкомат, не в банкомат. Самого Виктора Баранова на том этапе следствия представляли уже не курьером, а, возможно, начальником производства. Он потом вспоминал, что его везли из Пятигорска в Ставрополь как генерала на Черной Волге в сопровождении двух машин ГАИ. Баранов, как всякий увлеченный человек, он мечтал найти такой вид деятельности, который бы обеспечивал ему постоянный доход с минимальным вовлечением в него. И одновременно, что любопытно, это тоже и неправда. Потому что Баранов подделывает деньги осознанно, противопоставляя себя обществу и государству. Он, зная о том, что это... что он делает вообще, он намеренным образом идет на конфликт с государством. Он бросает вызов. Он сам бумагу сделал, он сам подобрал краски, он полностью изготовил с чистого листа. Человек без специального образования и опыта воссоздал уникальную технологию печати советских денег. 25 рублей – это самый сложный механизм по подделке, потому что часть степени защиты была взята там от царских денег. Чтобы довести технологию до совершенства, Баранову потребовалось 12 лет кропотливого труда. Шофер Баранов продолжал активно сотрудничать со следствием. Оказалось, он так решил еще за 12 лет до своего задержания. Если поймают, то сразу признается во всем. Откуда взялись фальшивые купюры? На допросах Виктор Баранов рассказывал удивительное, что технологию производства денег изучил сам. Для этого съездил в Москву библиотеку имени Ленина. Проверили читательский формуляр. Все оказалось правдой. Но и печатный станок, продолжал Баранов, он тоже сделал сам. В сарае на приусадебном участке. В сарай бывшего водителя гаража Ставропольского крайкома КПСС были срочно направлены представители госзнака. Мастерская бывшего водителя располагалась прямо за огородом, ближе к курятнику. Прибывшие из Москвы эксперты вошли и потребовали предъявить им все оборудование. Однако увидели лишь верстак и рабочий стол, на котором стоял самодельный станок. Машинка заработала, и показалась готовая 25-рублевая купюра. Самый по себе станок печатный – это механическое изделие, это инженерная конструкция. Сложность не в плане самого станка, сложность материала, которые были изобретены им. Изобретена же бумага, несколько слоев бумаги. То есть сам процесс, на чем печатать. Обычный станок – не принтер, не ксерокс, а станок, но для него нужна специальная бумага, специальные водные краски. И пресс должен быть определенной силой удара, для того, чтобы печатать на это клише. Больше всего спецов госзнака поразило, что самоучка Баранов смог разобрать на детали самую защищенную советскую банкноту – 25 рублей. Подделывали те, к чему душа лежала. Вот конкретно у Баранова он считал, что 25 рублей – это самый сложный механизм по подделке, потому что часть степени защиты была взята от царских денег. Кто-то любил полтинники. А в истории фальшивого монетничества, в музее МВД фальшивых денег, есть и 10-рублевки, и 5-рублевки. Исследователи, и работники госзнака, и эксперты Министерства финансов не могли поверить, что человек без специального образования и опыта воссоздал уникальную технологию печати советских денег. Мы знаем множество злодеев, которые злодеи по своей идее, по своей направленности. И еще мы знаем множество злодеев, которые не имеют никакой идеи, а у них вот это патологическое желание уничтожать, убивать и так далее. И вот этот мотив – не красоваться, в своем деструктивном таком поведении, а именно действительно уничтожать. Вот это самые плохие злодеи. А это идеалист, это человек, который, противопоставляя себе государству, одновременно повышает свою самооценку, формирует свое самоуважение. Потому что с точки зрения, например, психологии самоотношения человека, мы – это те, с кем мы общаемся. Чистосердечное признание и действующий станок были настолько безусловными доказательствами, что фальшиво-манетчика Виктора Баранова отправили в Бутырский следственный изолятор Москвы. А знаете, зачем отличному мужику Виктору Баранову нужны были деньги? На мечту. Он сконструировал одноколесный автомобиль. На создание модели требовалось много – 30 тысяч рублей. И он решил их напечатать. Сначала попробовал сделать поддельную 50-рублевую банкноту, а потом взялся за четвертные. Чтобы довести технологию до совершенства, Баранову потребовалось 12 лет кропотливого труда. Именно собственная эксклюзивная, как сказали бы сейчас технология, и подвела шофера Виктора Баранова. В начале 1977 года он допустил ошибку, которая позволила выделить его поддельные 25-рублевые банкноты из общей денежной массы. Он сам бумагу сделал. Он сам подобрал краски. Он полностью изготовил с чистого листа от идеи до готового продукта. То есть здесь еще вопрос стоит не в самом станке, а именно бумага. Бумага, которая с водяными знаками, бумага, которая имеет степень защиты. Именно вот эти водяные знаки, нити горизонтальные. Сейчас нити расположены в разных положениях, а там нити были горизонтальные. Сам размер бумаги. Бумаги были... Размер бумаги, и сама купюра была разного формата. Одноколесные автомобили, станок для печати денег были не единственными техническими разработками действительно талантливого инженера, самоучки Виктора Баранова. Широкое, конечно, рационализаторское движение было и в промышленности, особая структура изобретателей и рационализаторов. И по каждому предприятию был план, сколько всяких рацух необходимо придумать, и какие-то премии небольшие давали. Но в случае с Барановым он, конечно, видимо, был проникнут этой идеей. Изобретение он делал хорошее, по типу машины для мыки картофеля, чтобы советские хозяйки чистый картофель понимали, приобретали в магазинах. Ни одно его распредложение так и не дошло до внедрения. А психологически сломала Виктора Баранова по его собственным словам история со складными ящиками для стеклотара. Психология рационализатора. Там, смотрите, какой есть нюанс. На самом деле Баранов не единственный рационализатор. Вот я посмотрел и немножко покопался даже в истории своей семьи, а мои родственники, старшие у нас такие, дедушки и бабушки, они работали на заводе. И вот в тот период движение рационализаторов это было достаточно массовым явлением. Движение рационализаторов и изобретателей. В 70-х годах численность рационализаторов составляла почти 5 миллионов, 4,5 миллиона человек. И сами рационализаторы были очень важным компонентом системы производства в тот период. Потому что плановая экономика, она заставляла работать в определенном темпе и с определенным качеством. Она не позволяла усовершенствовать, скажем так, продукцию, уже выпущенную. Когда водитель, а на самом деле изобретатель Виктор Баранов обратился в Ставропольский винный завод со своей идеей, над ним просто посмеялись. «Мне это не надо, и тебе это не надо», заявил главный инженер. Тогда-то Баранов решил, что рассчитывать можно только на себя. За подделку денег Виктор Баранов отсидел 12 лет. А на госзнаке все это время использовали барановский раствор. Так между собой там называли смесь для изготовления медных клише. Две части раствора позволяли быстро сделать нужный рисунок на меди, а еще два убирали окислы. Состав жидкости водитель Баранов продиктовал еще у себя в сарае. Это изобретение рационализатора оказалось востребованным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова